Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Твикли, ребята, и сегодня мы будем делать костюм Венома в Майнкрафте без модов. Друзья, понравится ролик, ставьте лайк, давайте на этом видео наберем целых 300 лайков, тогда, ребят, я буду очень-очень рад. Что же, дорогие друзья, сегодня, как я уже сказала по названию этого видео, сейчас я как-то уберу этот автопрыжок, мы будем делать самый настоящий костюм Венома, друзья. Да, ребят, без модов, и это достаточно круто, и как видите сейчас, что я нахожусь в какой-то другой деревне, то есть не в моей стандартной. Ребят, дело в том, что я нахожусь в своей деревне, но посмотрите, посмотрите, как она изменилась. Я нахожусь просто на другой версии, на 1.13, так-то я играю на 1.7.10, и поэтому у меня деревня выглядит совершенно по-другому на другой версии. И посмотрите, ребят, там же находится та же самая гора, где я хотела сделать свою базу. Здесь находится та же самая березовая роща, то же самое красивое озеро, там находится еще что-то. Вот здесь вот мы тестировали обычные все костюмы, ребята, сегодня будем тестировать костюм Венома без модов, друзья. Кстати, ребят, хотел бы вас спросить, смотрели ли вы фильм Веном? Он вышел в этом году. Если, ребят, вы его смотрели, то напишите в комментариях, как вам этот фильм. А также, если вы его посмотрели, то, конечно же, ставьте свой лайкосик, друзья. Что же, для создания костюма Венома нам понадобится совсем немного. Эта звезда из Незера, также Ока Эндера, череп из Роскелета, 64 чернильных мешка, а также наковальня. Что же, ребята, для того, чтобы создать этот костюм Венома без модов в Майнкрафте, нам понадобится скинуть эти предметы, а потом придавить их наковальней, и мы получим, ребят, самый настоящий костюм Венома. Давайте, перед тем, как я это сделаю, поставьте свой лайк. Давайте, ребят, я вам даю 5 секунд на то, чтобы вы поставили лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Что ж, ребят, думаю, что вы успели поставить лайк, если это так, то вы огромные, молодцы, у вас очень крутая реакция. Итак, ребят, для того, чтобы создать сам костюм Венома, нам нужно скинуть звезду из Незера, Ока Эндера, череп из Роскелета, 64 чернильных мешка и придавить это наковальней. И у нас получается костюм Венома. Да, ребята, вот так вот он выглядит. Это обычный алмазный сет, только, конечно же, у него другой скин. Что ж, мы надеваем его и получаем кучу способностей. И теперь мы выглядим, ребята, просто офигенно. Мы теперь самый настоящий Веном в Майнкрафте. Ребят, за такое вы должны обязательно поставить свой лайк, если до этого еще не поставили, и, конечно же, подписаться на мой канал. Что ж, дорогие друзья, давайте будем рассматривать его способности. Первая способность этого вот такого щупальца, с помощью которого мы можем затягивать жителей. Посмотрите, этот житель очень быстренький, я его не могу хватить. Так, мы его вот так вот берем. Сейчас так, давай, опа. И вот так притягиваем, и можем его убить, ребят, с двух ударов. Просто посмотрите, ребят, давайте вот притянем этого жителя зеленого, который всех бесит, потому что он бомж. С ним нельзя торговаться, поэтому его вообще не жалко. Теперь, ребят, давайте притянем вот этого жителя вот так хрыть и получай, ребят. Просто посмотрите, мы бегаем вот так вот притягиваем их. Сейчас вот так вот притягиваем их себе, и можем убивать, ребят. Это просто офигенно. Щупальцы работают достаточно на большом расстоянии. Так, давайте отойдем вот так вот и притянем этого жалкого жителя. Получай. Так, давайте этого еще притянем и получай. Давайте этого притянем и получай. Ребята, также если вам нравятся такие видео, где я тестирую костюмы без модов, ну, различных супергероев и также злодеев, так что, потому что Веном это злодей, то, ребят, пишите в комментариях, делайте ли вы еще такие видео. Так, давайте мы еще протестим различные способности, думаю, вы насчет первой поняли, потому что это такое щупальце, с помощью которого можно так убивать жителей. Следующая способность это супер прыжок, ребята, и просто, я сейчас не понял, как оно работает, а вот так вот мы, короче, нажимаем на эту штуку, и мы можем прыгать на огромные расстояния. Это, конечно, не так, как мы прыгаем на черной пантеры, но, ребят, тоже вполне себе, вполне себе. Так вот мы нажимаем, и можем перемещаться на различные расстояния. Так, ребят, сейчас у нас наступает вечер, поэтому я быстренько делаю утро, вот так вот. И теперь рассмотрим следующие способности, это вот такие вот штучки, с помощью которых мы можем убивать жителей, это типа лук, но не лук, то есть мы можем вот так вот убивать жителей, да. Это такие, так сказать, отростки, что ли, из симбиота, и с помощью них мы можем так вот убивать различных жителей, ребята, это выглядит просто офигенно. Так, давайте так вот в лошадку попадем, да, мы, ребят, мы попали в саму лошадку, давайте еще вот так вот хыть, получай, получай, отлично, ребята. Так, давайте теперь посмотрим следующую способность, это вот такая вот штука, то есть мы нажимаем на нее, и можем просто разбросать всех врагов в стороны, как того вот жителя. Давайте еще вот так подойдем к нам поближе, так и хыть, и он приземляется еще раз, и он развивается. То есть, ребят, мы можем так найти много врагов, давайте подойдем к этим свинкам, и попробуем сделать вот так. И просто, ребята, все свинки падают, и мы получаем новое мясо. Вот, ребят, если вас окружили, к примеру, гриферы, то вы можете просто нажать на эту кнопку, и вот так вот их всех раскидать. Просто, ребята, это очень-очень крутая способность, одна из моих самых любимых крутых костюмов, так нажимаем мы, и все, полетели все. Просто, ребята, капец, только эта кровка что-то не разбилась, давайте мы ее добьем до этого, так, щупальцем, так, получай, и вот так, с одного удара, просто, ребята, офигенно. Еще, ребят, способность, это способность абсорб, что же нам дает нам, ребят? Мы можем подойти просто к обычному животному в Майнкрафте, и нажать на правую кнопку мыши, и мы его поглощаем. Просто, ребята, его больше нет. То есть, мы просто подходим к любому животному, ну, допустим, к той же лошади, сейчас подойдем, и просто вот так вот нажимаем на правую кнопку мыши. А, точно, ребята, мы же на нее можем садиться, так лошадь не получится впитать. Поэтому давайте впитаем кого-то другого, вон, ту же курицу сейчас возьмем, и сожрем просто так, подходим ее. И, опа, все, нет курицы. И так, и так мы можем сделать, вроде, до пяти мобов сожрать. Так, еще собираем. Так, мы становимся все медленнее и медленнее. Так, берем еще курицу. Еще медленнее, ребята, так. Давайте еще возьмем. Так, вот так, получай. И, ребята, просто у нас теперь есть что? У нас теперь есть сила, невидимость, замедление, что-то типа того. Так, ну мы вроде такие стали, да, ребята, жесткие вообще. Просто сейчас взяли, практически всех мобов взяли. Так, давайте посмотрим, мы сможем... Блин, я упал. Давайте подойдем к той вот коровке и посмотрим, сможем ли мы ее забрать с собой, так же, как и тех остальных животных. Так, корочка, иди сюда. Так, подходим к ней. Ой, блин. Подходим к корове, нажимаем. Нет, все, мы уже не можем ее забрать. То есть мы взяли слишком много мобов, зато можем сделать вот так вот. И все. Следующая способность, ребята, это сплит. Мы нажимаем на правнуку мыши, и мы можем сделать своего двойника, который будет, ребята, нас защищать от различных мобов. Так, давайте сейчас я, к примеру, заспауню крипера. Так, 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 так. Крипер, где у нас крипер? Вот крипер, к примеру, да. Сделаем сложность на нормально, у нас уже она стоит. Так, и, к примеру, мы поставим сейчас крипера. А будет он его атаковать? Ам. Ну, к примеру, я его атакую. Ты будешь его атаковать? Ага, ребята, нам нужно перейти в режим сурвайву. Так, давайте мы тогда крипера сейчас так вот убьем. По-быстренькому. Отлично. Так, и нам нужно перейти в сурвайву режим. И я возьму, пожалуй, не крипера, чтобы было не так опасно. А к того же, того же зомби. Давайте возьмем зомби, да, действительно. Почему нам есть побольше и лучше зомби? Так, вот так 64 возьмем. Делаем теперь вечер. Time set night. Вот. И ставим зомби. Вот. И посмотрите, ребят, наш веном начинает их атаковать. Просто, ребят, посмотрите, наш веном атакует зомби. То есть, они ему ничего не могут сделать. А он их просто, смотрите, как раскидывает. То есть, это наш такой двойник. Можно с ними меняться местами. И, ребят, это действительно очень крутая способность. Так, этот зомби меня достал. Давайте вот так вот сделаем. Так, хыть. Блин, вот так, хыть. Ой, ему своего же венома подкинули. Так, еще хыть. И свинку тоже подкинули. Ха. Просто, ребят, офигенно. Так, забираем его обратно. Так, и давайте мы, знаете, что сейчас сделаем. Просто так вот засполним кучу зомби. Так, они сейчас пойдут в деревню жителя. Мы будем защищать жителей. Вот так вот сделаем. Хыть, 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 хыть. Получайте тупые зомби. Посмотрите просто, как мы их раскидываем. Еще вот так вот хыть. Получайте тупые зомби. Так, они сейчас пойдут атаковать жителей. Нужно быстрее вот так вот сделать. пальцем она пошел от двери а мы пошел так и сущенную зуберсом они дверь сам боксом а так пошел отсюда так все ребят мы вроде защитили всю деревню давайте поставим вот это вот так кстати говоря мы получили достижения так зомби вроде нет да все ребят что ж на этом все ребят думаю вам понравилось это видео все так то поставьте лайк ребята подписывайтесь на мой канал также ребят не забывайте нажимать на колокольчик так вы будете узнавать о моем видео сам первыми ребят как я говорю ранее давайте на это не заберем целых ребята 300 лайков если вы берете вы будете огромные эмоции меня вы просто порадуете что же ребята на этом все с вами будет викли ребят я не прощаюсь и говорю вам до новых встреч друзья